Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 43-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке мы рассмотрим виджет, наверное, один из самых востребованных. В этом уроке мы рассмотрим виджет «Всплывающее окно». И оно у нас не просто всплывает, оно у нас всплывает только тогда, когда человек пытается увести мышь с окна браузера. То есть, например, он может просто потянуться на вкладку браузера, чтобы закрыть или переключиться на какую-то другую вкладку браузера. И как только мышка покидает область сайта, у нас срабатывает «Всплывающее окно». Смотрим. Вот я увел мышь, моментально всплывает окно. Вот вы видите, оно замирает по центру. Вот я кручу саму страницу, оно висит. Вы видите, что экран затемняется таким темным цветом. То есть, вы можете управлять цветом, каким хотим. Далее мы можем разместить в «Всплывающее окно» любую картинку. Свою создать кнопку «Закрыть». Вот вы видите ее в правом углу картинки. И мы можем разместить какие-то объекты еще поверх картинки. Например, кнопку. То есть, смотрите, вот мы закрываем. У нас закрылось. Сейчас я обновлю страницу. Еще раз увожу мышь. Появляется окно. Вот внизу белый объект. Это я сделал в роли кнопки. Если я кликаю, меня перебрасывает на тот сайт, который я указал для данного объекта. И очень грамотно настраивается здесь все, чтобы человеку не мозолило глаза это окно. Например, если он посещает ваш лендинг несколько раз в день или на следующий день. Там очень гибко можно настроить, как часто открывать окно. Там можно раз в неделю, раз в день, вообще раз в час, раз в несколько часов, раз в год и так далее. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет переносим на холст. Первое, что мы делаем, мы берем инструмент прямоугольник. И чертим такую область, какую нам нужно. Например, для нашей картинки. Если мы хотим использовать картинку в качестве всплывающего окна. Будьте внимательны, просто закинуть картинку на ваш лендинг не получится. То есть она будет работать, но кнопка закрыть работать не будет. Она будет видимо всегда. Здесь нужно именно сделать заливку нашего блока картинкой. То есть вы взяли блок, идем в заливку. Или можете просто назначить цвет. И просто я загружаю картиночку. Далее вы тут настраиваете ее, как вам больше нужно. В общем, вот картиночку я залил. Дальше мы берем инструмент текст. Или можно также взять прямоугольник и залить картинкой. Например, крестик картинки. Можно просто вот так вот взять, написать закрыть. Я сейчас не очень стараюсь, потому что здесь, в принципе, вам просто показать. Закрыть есть. И сделаю ее заливку, например, светлого цвета. Все. Кнопочка готова. Располагаем ее прямо на нашем основном фрейме прямоугольнике, где у нас залита картинка. И нам нужно опять прописать стили графики. Вы это уже умеете делать, если мы посмотрим в настройки нашего виджета. Вот в верхней две опции здесь идет пояснение. Первое. Класс нужно прописать вот такой MF pop-up вместе с тире. Это вешается на стиле графики и именно на наш большой вот этот прямоугольник с изображением. И еще один стиль класс стиля нужно повесить на кнопку закрыть. Вот здесь видно класс, то close. То есть повесить на кнопку закрыть. И нужно повесить в стиле графики вот такую переменную MF close. Все очень просто. То есть вы кликаете, значит, по объекту, идете в стиль графики. Как создавать стиль графики я уже два раза показывал. Вы уже должны это понимать. Они у меня просто уже созданы. То есть я выделил объект и я из списка просто назначаю данный стиль графики. Вот он MF pop-up. Я его выделил. Так, картинка у меня исчезла. Сейчас я ее заново залью. Вот, смотрим в стиле графики. Он у меня назначен. Дальше я выделяю кнопку закрыть. И назначаю также стиль графики MF close. Все, назначил. И прямо сейчас мы можем проверить, все ли у нас работает. В браузере. Так, я ввожу мышь. У нас всплывает окно. Все нормально. Затемняется экран. Кнопка закрыть работает. Если мы никакие настройки трогать не будем, то при каждой перезагрузке страницы это окно будет всплывать. То есть агрессивная такая подача материала вашим пользователям. Если вам нужно такое, то в принципе вам ничего настраивать не нужно. После каждой перезагрузки у вас будет это окно всплывать каждый раз, когда человек пытается уйти. Или просто увести мышь с вашего сайта. Вы видите, у нас уже все работает. И давайте пройдемся по настройкам. Вот первое show time и в миллисекундах. Что это? Я не совсем понимаю, что это за настройка. Вот ставим 2000 миллисекунд. Но визуально это будет выглядеть так. Смотрим в браузер. Я увожу мышь. Несколько раз пытаюсь уйти. И только потом оно появляется. То есть смотрите, обновляю страницу. Вот один раз я мышь увел. У нас ничего не происходит. Увел мышь и происходит. Возможно, это связано с задержкой, когда мышь у нас находится дольше наверху. В общем, не совсем понятно этот мне момент. Ладно, здесь я оставляю 0. Но вот следующий момент очень даже понятен. Здесь, например, ставим 3000 миллисекунды. Это у нас как раз таки задержка. То есть смотрите. Я увожу мышь. И окно появится с задержкой в 3000 миллисекунд. Вот сейчас вы видели. Оно не сразу появилось. Еще раз давайте посмотрим. Обновляем страницу. Вот я мышь уже увел. Окна нет. И вот оно появляется. Здесь уже смотрите, как вам здесь лучше будет. Дальше. У нас стоит галочка как раз агрессивное появление всплывающего окна. Если нам нужно задать, чтобы окно появлялось каждый час, день, недели, месяц, год. Мы снимаем здесь галочку и у нас активируются два нижних поля. И смотрим список. Хауру. Это часы. Потом дальше дни, недели, месяцы, годы. Например, оставляем каждый день. И ниже мы ставим единица. То есть каждый день по одному разу человеку будет показано. Это имеется в виду одному и тому же человеку. То есть каждому человеку, вновь пришедшему на ваш сайт впервые, ему будет показано сразу это окно. Только потом, если он зайдет еще раз, оно будет показано только на следующий день. И здесь можно выставить каждые два дня, каждые три дня, каждые четыре дня и так далее. Интервал демонстрации вашего всплывающего окна. Я оставлю агрессивную демонстрацию этого окна, чтобы просто вам показывать дальнейшие настройки. Ну и дальше уже все очень просто. Настройки внешнего отображения. Background Color. Черный цвет по умолчанию. Это у нас заливается сзади экран. Черным цветом. Я беру по дизайну свой цвет. Дальше. Вот эта заливка Background. Прозрачность ниже. Контролируется. Можете сделать так, чтобы вообще не было видно сайта за этим окном. Вот этим параметром opacity. Pop-up анимация. Ну здесь конечно разработчики могли бы и побольше засунуть. Всяких видов анимации. Это анимация появления окна. Non. То есть без анимации сразу появится окно. Fat in. Это как бы проявление. И pop in. Оно вот сейчас, как вы видели. То есть на мой взгляд, самый лучший эффект анимации из представленных. Pop-up speed. В миллисекундах по умолчанию 500. То есть вот именно появление этого окна. Когда оно начинает появляться. С какой задержкой ей появляться, да. Увеличьте это значение. Оно будет появляться медленнее. Вот в принципе все настройки всплывающего окна. И да. Вы можете взять, например, текстовый фрейм. И поверх основного фрейма прямоугольника нарисовать здесь любую кнопку. Задатель там. Любой цвет. Заливка, например. То есть на нее никакой стиле графики вешать не нужно. В любом месте прямоугольной области основной нашей размещаете данный прямоугольник. Кнопка, да. На нее можете вешать ссылку, если нужно. И она также будет работать. То есть я ее просто поместил сверху. И смотрим в браузере. Здесь ее нет. И она появляется вместе с основным всплывающим окном. Вот так вот у нас все работает. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. О-о-о-о-о-кей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok